Сейчас очень большой популярностью пользуются хвойные растения. Приходя в садовый центр, мы видим невероятный ассортимент и можжевельников, и сосен, и елей, и можно растеряться. Сегодня хочу вам рассказать про ель восточную аурея спикату. Средняя скорость ее роста, мы можем видеть, что это до 15 сантиметров в год, когда растение помоложе, это еще меньше. Она будет долго радовать нас своим внешним видом, таким необычным. Мы видим, что сейчас растение у нас зеленого такого цвета, но когда лопнут почки и появится молодой прирост, это будут ярко-салатовые, ярко-желтые, такие молодые побеги. Впоследствии они приобретут уже насыщенный зеленый цвет, но первое время будет вид, конечно, у нее фантастический, необычный. Как раз представлено два экземпляра, поменьше и побольше. Вот разница в возрасте у этих растений, ну, где-то приблизительно порядка 5-7 лет. Мы можем из этого оценить, насколько это медленно растущее растение. Опять же, мы видим, что наше молодое растение достаточно выглядит так скромненько, еще у нее немного побегов, а это уже довольно-таки пушистое и сформированное дерево. Достигается тоже определенными хитростями, об этом надо знать и помнить. Ель вообще прекрасно поддается стрижке, прекрасно поддается формировке. И поэтому при правильной обрезке, при правильном уходе мы можем достигнуть вот такого, в принципе, очень интересного, хорошего результата. Учитывая, что растение это небольшое, все равно при посадке обязательно нужно учитывать правильно, что мы посадим вокруг. И правильно выдержать расстояние, чтобы ему ничего не мешало расти, и чтобы был обязательно запас земли вокруг, который потом впоследствии она займет. В этот период пока, ну, понимаем, что оно медленно растет, да, и мы же не оставим пустую землю вокруг. Можно посадить, прекрасно добавить в компаньоны ей пока что многолетние, многолетние травы, те же злаковые, какие-то невысокорослые, или цветущие почвопокровные растения. Это значительно ускорит достижение пика декоративности, клумба будет выглядеть хорошо уже, ну, буквально в первый-второй год посадки. На первом этапе его жизни мы должны максимально ему помочь, облегчить, скажем так, период приживаемости. Для этого обязательно нам нужно добавить в посадочную яму торф и стимуляторы роста, и еще специализированные удобрения. Сейчас очень большая линейка удобрений, уже даже непосредственно разработанных для хвойных. Удобство заключается в том, что это достаточно делать раз в год. Можно удобрениями пролонгированного действия подкормить растения единожды, и потом весь вегетационный период оно будет пользоваться именно теми веществами, которые вы туда добавили. Вот непосредственно сейчас мы видим, как в яму добавляется торф, расправляются корни, высаживается растение. И здесь самое главное, что нужно всегда учитывать. Нужно хорошо полить растение, можно сказать, прям пролить посадочное место обильно. Обязательно при дальнейшем уже заполнении грунтом яму ее нужно очень хорошо уплотнить, чтобы между корешками, вот теми молодыми корешочками и грунтом не было никаких воздушных мешочков, ничего не должно мешать растению приживаться. Мы видим, что необязательно сейчас высаживать сразу большое растение. Мы можем посадить и довольно-таки маленький экземпляр, что будет вполне приемлемо по стоимости, и подождать, пока оно подрастет. Таким образом, это растение будет расти непосредственно у нас на глазах и радовать нас многие годы.